Всем привет! Говорит и показывает Москва, с вами Андрей. И сегодня у нас unpack и обзор эксклюзивного набора San Diego Comic Con 2019 Superman против Xenomorph. Достаточно дорогой и в принципе редкий сет, особенно у нас в России, но тем не менее на международных площадках фигурка, но эти фигурки стали стоить достаточно дорого, поэтому выгодно уже даже получилось, что лучше у нас здесь купить. Вот, ну в итоге вот такой наборчик интереснейший. Да, необоснованный конечно дорогой, но в первую очередь за счет того, что прицепом к чужому уйдет Superman. Ну или наоборот. Вот. И все хотят получить именно эту фигурку, потому что, как я понял, то ли это первая фигурка NEC по супергерою, то ли вторая. В общем говоря, редкость типа. Вот из-за этого стоимость конечно идет вверх. Ну и даже отдельно, если чужой продается, немного подешевле, я так понял. Но тем не менее фигурка эксклюзивная тоже в принципе кусается. Окей. Давайте посмотрим коробочку поближе. Вот. Какой минимализм. Имбассировано знак Супермена. Имбассировано яйцо косиноморфа. Лого, да. Все классно. DC. Здесь все черное, здесь все черное, сверху черное. Широкий скотч. С этой стороны все черное. И внизу вот такие вот надписи. DC. Superman. Отдельный трейдмарк. Warner Brothers. Так. DC Comics. Да, это у нас сет по комиксам 90-х годов. DC Comics. И Superman действительно сделан очень похоже в этом паке. Так. Девятнадцатый год. Третье мая. Дата производства. Вот такой уникальный код продукта. Вот такое лого. От 0 до 3 жирный шрифт. Все классический. Девятнадцатый год. 20th Century Fox. Ну собственно и все. Все в таком минималистическом стиле. Если я правильно сказал. Окей. Внутри коробочки открывается. Мы видим Супера и Ксеноморфа. Здесь тоже все черное. Вот такая красота. Окей. Сейчас я открою и мы вернемся. Окей. Супер и Ксеноморфа на блистере. Двойной пак шел также в таком трее. Так. Там у нас плащ Супермена скотчем. Зачем ты прилеплен? Чтоб сложнее было отрывать. Вот просто такой фон. Так. Давайте посмотрим на фигурки на блистере. Вот такой Супермен. Сменная голова. Для того чтобы можно было установить рентгеновское зрение. Вот. Привязанная светлыми жгутами. Две сменные кисти. Два выстрела из глаз. Короткий и длинный. Так. И Ксеноморф. Тоже. Светлый жгут. Идет по груди. И здесь нога в изгибе перехвачена с хвостом. Сам хвост зафиксирован здесь. Так. Защита блистера имеется ли? Как мы видим. Никаких цифр нет. И посмотрим на вяз. Как мы видим. Как у всех оригинальных фигурок. Вот такие классные хорошие узелочки. Все плотненько затянуто. И здесь тоже. Кстати говоря. Китайские надписи. Но в данном случае мы видим, что еще и по-английски продублировано. То есть это просто международное упаковочек. Окей. Сейчас их откручу и вернусь. Итак. Начнем обзор с главного аксессуара. Супермена. В данном случае в позе мистер Олимпий. Ну что хочу сказать. Я экшен фигурки от супергероев не собираю вообще. Этих ребят с плавками поверх волосин. В данном случае вид супера конечно классический. Я так его в руках повертел покрутил. Фигурка мне очень понравилась. Так что же против одной фигурки в моей коллекции я ничего не имею. Плюс фигурка сделана конечно очень добротно. То есть артикуляция в принципе 9.5 из 10 по моей шкале скажем так. Давайте попробуем покрутить нашего супера. Супера. Вот. Плащ вельветовый. Встреча тянется немножко. Я думал это будет запчасти от Ахава. Ахава. Нет это отдельный плащик. Не Ахава. Ну короче говоря Супермен крайне неустойчив. Вот покрутить толком не получается. Зато зацените какие бицепсы. Вот Супермен. Посмотрите поближе его. Синие глаза. Матовый немножко блестит конечно. Покрытие. Краское. В общем классический Супермен. С завитушечкой. Ха-ха-ха. Вот. Ну и соответственно именно стилизован немножко под комикс диссишный 90-х годов. Вот такой плащ шикарный. Лого Супермена также. Что это у нас? Какая-то наклеечка. Переводилка на ткань. Итак. По артикуляции. Голова на болл джонте. Здесь у нас вот такой вот суставчик. Есть поворот в этом суставе. Есть здесь пин. Здесь у нас двойной сустав. Вот. Таким образом сгибается. Здесь пин. И есть хинж. Далее. Изгиб. В прессе здесь у него другие. Вот так вот. Есть поворот в талии. Стандартная хищевская артикуляция. Вот так. Здесь тоже двойной сустав. В принципе что. Глубокий изгиб. Почти полный. Здесь в сапоге у него тоже. Есть небольшой поворот. Но я не стал уже греть. И здесь на таком вот пине. Есть поворот стопы небольшой. И носочек есть. Вот так. То есть артикуляция. Если бы здесь вот еще был бы пин. Десятка. Так. Ну 9 из 5. В принципе артикуляция отличная. Да. Обе фигурки. Это просто хэви прогрев был. Иначе бы сломались. То есть не двигалось вообще ничего. Я не знаю почему так сделали. Особенно вот эти суставы двойные. Это жесть была. А почему же вам отдельно расскажу. То есть там просто трешак. Вот такой вот супермен. Попробуем. Здесь у нас NECO и DC. Так. Здесь NECO 2018. Да. А здесь у нас DC Comics по-моему написано. Попробуем. По аксессуарам шла вот такая голова. Без глаз. Две сменные кисти. Соответственно два кулачка. Две открытые ладони. Для супермен панчи. Вот такое вот рентгеновское зрение. Вот такое вот. Большое рентгеновское зрение. Уже выстрел конкретный такой. Вот. Соответственно вот этот выстрел. Он может вставляться в глаза. Здесь вот формы определенные. И вот так. Превосходно держится. Ну и вот этот супер аксессуар. Я с таким еще никогда не сталкивался. Тоже здесь в определенной форме. Вот так вот. Раз. В общем надо было смелее туда вставлять. Вот. И держится конечно идеально. Главное чтобы сустав головы выдержал. Вот. Давайте попробуем снять чтобы голову держится. вот такой вот болл. И наденем сменную голову. Так. Ну то есть выглядит это примерно так. Супер красная струя. Даже две. Да. Вот единственный сет там. Хочется. Грег сказать. Хе-хе-хе. Поиграться. Ну ладно в общем вот так вот. Ееее реееер. Ши-хи-хи-хи. Да. Ксенос просто великолепен. Я так понимаю это молот из Ресуррекшн. То есть воскрешение. И да а по четвертой части ЧЖИХ. Такhomme вверх как у АВПшного чужого. А ноги получается с дополнительной секции. Да вот мы ноги Чиганек. То есть видите. Вот мы вправдор не оборот. Обалденный покрас. Фигурка просто играет цветами, детализацией, лаком и топовая артикуляция. То есть можно любую позу придать. Вот. Какая красота. Полюбуйтесь, сейчас поближе посмотрим. Вот. Сцена с Суперменом. Ту-ту-ту-ту. Я тут режиссерские вырезки делаю. Потому что это очень неустойчиво фигурки, конечно. Без подставочек сложно обходиться. В общем, что хочу сказать. Обалденный набор, куча аксессуаров Супермена, яркие фигурки, премиальная покраска. Так и хочется поиграть, несмотря на возраст. Вот такой класс. Смотрите, очень здорово. Аксессуары в виде Супермена прямо в кассу. Выжигает. Окей, давайте посмотрим поближе на наш гусь программы. Так, приводим ему стандартную позу. Более-менее. Так. Значит, что хочу сказать. Фигурку я просто мега прогревал. Да. Давайте посмотрим сначала у нас сам покрас. Вот этот сиреневый. Купол просто бомба. С переходом в черный цвет. По-моему, даже там есть блестки металлические. Очень классно покрасить. Здесь мы видим прожилки. Некоторые выделим более светлой кремовой краской. Черные челюсти с серебряными зубами. Так забираются, закрываются. Все как обычно. Значит, голова у нас ходит вот так. Здесь есть дополнительный хинж для глубокого. Такого наклона и отвода спины назад. Так же. Так вот. Вот. Такая красота. Здесь у нас подъем. Вот в сторону руки. Поворот. Здесь пин двойной. Здесь суставчик у нас есть. Вот так. Поворот самого предплечья еще здесь. На пине кисть. Небольшой наклон. Мартикуляция в пальцах. Здесь у нас, как всегда, в груди. Такая система суставов у нас. Здесь поворот, отвод. Пин колени. Двойной сустав, полный изгиб. Здесь небольшой наклончик есть. Также пин. Здесь пин и носочек. То есть артикуляция просто бомба. И поворот в хвосте. Плюс проволока внутри. Давайте еще раз все-таки на окраску посмотрим. Смотрите, какое исполнение. То есть вот затрудняюсь назвать цвет. Типа как сизый какой-то. И зеленые здесь какие-то тона. И фиолетовые. И коричневые. И кремовые. Серебряные зубы. Черные. То есть работа просто капитальная. По красу проведена. Вот. Серебряный копть. Очень красиво просто покрашен. Лак вообще все супер сияет. Под определенными углами синие какие-то цвета появляются. То есть здорово. Здесь вот я купол рассматривал как-то. Что-то мне показалось там такие синие где-то носки были. Вот небольшой косячок здесь есть. Видимо когда откусывали заготовку. Так и мятинка получилась. Посмотрим на хвост. Длинный. Удовлетворительного размера я называю. С таким гребнем. Ну да это определенно. АВПшний хвост. А вот в отличие от АВП вставлены дополнительные вот здесь вот вставочки. Чикенбек. Мне признаться сказать. Именно вот такая форма ноги чужих нравится. Вот. Значит фигурка была просто ну как и супермен. Как будто бы деревянная. То есть полностью засохла. Челюсть не открывалась. Я ее еле открыл. Суставы все дубовые были. То есть видимо здесь дополнительная краска. Плюс лак. Такой эффект дали. То есть тут буквально все прикрывать. Но в коем случае нельзя наизлом там что-то делать. Лучше погреть. И то же самое касается супермена. Здесь вот прям вот у меня проблема была вот здесь вот. Намертво он был. Пришлось подкогутцем зажимать без всяких тряпочек. И сорвать сустав. Чтобы давления не было. На область таза. Вот здесь коленочка как выделена. Чашечка смотрите. Здорово. Здесь я вижу ногти. Когти точнее. Так. Так. Панеки. Нека. 2018. Молд. Так. Здесь у нас. Здесь у нас. Фокс. Поварайс. Резорт. Окей. Вот. Ну вот такие у меня сегодня друзья. На обзоре. Хе-хе-хе. Два закадычных врага. Не знаю. Я там комиксы вот эти посмотр... Включил посмотреть на ютубе. Но не досмотрел. Не знаю. Был ли в итоге супермен инфицирован. Синаморфом. Там что-то на полтора часа видео я забил. Вот. Ну а вы можете посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.